здравствуйте уважаемые зрители канала полезные советы сегодня я поделюсь с вами рецептами отваров для лечения узлового зоба зуб лечат травами но не всегда к сожалению не всем больным узловым зобам удается вылечиться травами не следует рисковать пожилым людям например в 74 года надо лечиться в эндокринологических отделениях стационаров и все же без преувеличения скажу что 20-30 даже до 50 процентов больных узловым зобом могут исцелиться именно средствами фитотерапии для лечения зуба используют лапчатку существует около 40 видов лапчатки а для медицинских потребностей используют лапчатку прямо стоячую она же колган лапчатку белую лапчатку гусиную и лапчатку серебристую заготавливают лапчатку белую все растения с корнями когда она цветет лечение лапчаткой белой значительно эффективнее если ее применять в смеси с другими растениями и из них готовить отвар клапчатки белой добавьте цветы с листьями боярышника колючего траву пустырника сердечного мелисы лекарственной и душицы обыкновенной в соотношении три части 2 3 2 2 если есть все компоненты для такой смеси то отвар готовят и употребляют по такому рецепту 3 столовые ложки смеси лапчатка белая цветки с листьями боярышника трава пустырника сердечного мелисы и душицы залить двумя стаканами воды все хорошо перемешать на слабом огне прокипятить 5 минут настоять 4 часа или ночь первый день пить по столовой ложке пять раз в день за полчаса до употребления пищи второй день по 2 столовые ложки пять раз 3 по 3 столовые ложки пять раз 4 по 4 столовые ложки четыре раза в день можно лечить зоб настоем люцерной серповидной для этого применяют надземную часть растения готовят настой одну-две столовые ложки измельченной травы люцерной залить стаканом кипятка настоять час или дольше пить по 50 миллилитров трижды в день за полчаса до употребления пищи если лечитесь только отваром в который входят лапчатка белая и другие растения то после четвертого дня сделайте перерыв на три дня а потом пейте отвар снова четыре дня снова делайте перерыв и так далее для лечения печени советую изготовить отвар из смеси лекарственных трав куда входят корни цикория обыкновенного трава а лучше цветущие верхушки мяты перечной верхушки цмина песчаного плоды боярышника колючего и листья подорожника большого по столовой ложке хорошо измельченных корней цикория верхушек мяты смена плодов боярышника и листьев подорожника залить пятьюстами миллилитрами воды перемешать на слабом огне кипятить 5 минут настоять 4 часа или ночь пить по 50 миллилитров трижды в день за полчаса до употребления пищи если есть возможность готовить эти два отвара и настой то употребляйте их поочередно по несколько дней например по четыре дня и так чередуйте дальше мы рассмотрели лекарства которые следуют употреблять внутренние очень важно проводить еще и внешнее лечение в частности делать примочки на щитовидную железу для этого нужны настойка почек тополя черного и настойка листьев березы бородавчатой или любой другой настойки делают в основном на водке таким способом одну весовую часть почек тополя залить пятью частями сорока градусного спирта или водки например на 100 граммов почек пол литра водки настоять по меньшей мере две недели применять для примочек также делают и применяют настойку листьев березы если вам понравилось видео пожалуйста поставьте лайк подпишитесь на канал если вы еще не подписаны буду вам благодарна если вы поделитесь этим видео через соцсети спасибо за внимание и до следующей встречи на канале полезные советы